Янушдина Ольга Викторовна, многодетная мать из города Саратова. Обращаюсь за помощью к генеральному прокурору Российской Федерации, к Игорю Краснову. Уважаемый Игорь Викторович, моя история одна из тысяч таких же невидимых историй, которые обычно замалчиваются. О них становится известно только благодаря шоу определенного формата с участием звезд различной величины. Тогда об этой теме начинают говорить какое-то время, но в целом эту тему нельзя называть популярной. Домашнее насилие? Нет, не слышали о таком. Как у нас говорят, бьет, значит любит. И вообще сама виновата, что замуж вышла за такого. Только когда я выходила замуж, мне верилось, что это раз и навсегда, и мы вечно будем жить счастливо. В браке у нас родилось трое детей. Я по образованию врач-наилонатолог. После медицинского университета работала в родильном доме. Анестезиологом-реаниматологом в отделении реанимации новорожденных. В этой же самой реанимации новорожденных спасали жизнь всем троим моим детям. Все трое моих детей родились раньше срока и находились на длительном выхаживании в реанимации. Старший сын Дмитрий является инвалидом по зрению вследствие тотальной отслойки сетчатки обоих глаз. За два года жизни он перенес шесть операций на глазах. Сейчас он обучается в четвертом классе школы-интерната для слепых слабовидящих детей города Саратова. Я знала, что сыну Дмитрию нужна в жизни поддержка. И я мечтала, чтобы у слепого ребенка обязательно были брат и сестра, на которых Дима всегда сможет опереться. Через три года у нас родился второй мальчик – Саша. И вот здесь, казалось бы, могла начаться наша счастливая жизнь. Но на этом она закончилась. Первый раз муж избил меня в феврале 2014 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В тот момент я на руках держала Сашу и кормила грудью. Нуждин набросился на меня с кулаками, обзывал меня, толкал, швырял на кровать. Я ударила с головой об спинку кровати. Он хватал меня за руки, бил по лицу, душил за шею. Его не остановило даже то, что на руках у меня был в тот момент маленький сын, которого я пыталась заслонить от его ударов. Трехлетний слепой Дима также при этом присутствовал и был очень напуган случившимся. Я пыталась вызвать полицию, но Нуждин выхватил у меня из рук телефон и разбил его об стену. Я думала, что он меня убьет. Я с детьми со страха убежала к соседке в одном халате и тапочках. От нее я вызывала полицию, написала заявление. Но на следующий день я обратилась в травмпункт, где мне зафиксировали побои. И в шестую городскую больницу, где мне предложили госпитализацию в отделении нейрохирургии с отрясением головного мозга. Но я была вынуждена отказаться от госпитализации, так как не с кем было оставить моих маленьких детей. Я тогда лечилась дома самостоятельно месяц. Тогда Нуждин просил у меня прощения, мы примирились. Я нашла силы простить этого человека и дала ему шанс жить дальше совместной жизнью. Я пыталась забыть о случившемся. По наследству от мамы мне досталась квартира двухкомнатная. До знакомства с Нуждиным я в ней проживала одна. После заключения брака мы 4 года вместе с детьми жили именно в этой квартире. С рождением второго ребенка в маленькой хрущевке стало тесновато. И еще мы поняли, что старший сын Дима будет учиться в школе для слепых. И решили купить большую трехкомнатную квартиру в шаговой доступности от школы для слепых. Нуждин обманным образом оформил новую квартиру на себя одного. Хотя я им отдала все деньги от продажи маминой квартиры. И еще мы взяли совместный ипотечный кредит. На погашение которого я направила средства материнского капитала. Ежемесячные ипотечные платежи мы вносили за счет пенсии ребенка-инвалида Дмитрия. Нуждин постоянно вымогал у меня деньги в браке. С марта 2008 года по май 2018 года я работала в Министерстве здравоохранения Саратовской области. Направляла детей на высокотехнологичное лечение. С этого места работы я и уходила в декретный отпуск по уходу за всеми тремя детьми. С 2011 года муж ушел на льготную пенсию по выслуге лет. Он работал в управлении по конвоированию с заключенными. И очень гордился тем, что ему подчинялись 100 заключенных. Он устроился работать в такси. И со временем приобрел 4 машины, которые начал сдавать в аренду. После переезда в новую квартиру отношение мужа ко мне окончательно изменилось. Он стал постоянно меня оскорблять, издеваться надо мной в присутствии детей. Он является психологическим тираном и агрессором. Дома с детьми он всегда разговаривал командным тоном. А когда они не слушались, он постоянно их порол. Особенно агрессивным он был в состоянии алкогольного опьянения. Он регулярно употреблял крепкие спиртные напитки вечером за ужином. А когда кто-то приходил к нам в гости, он напивался без меры. Я пряталась с детьми в комнате, чтобы не попадаться ему под злую руку. Я стал избегать гостей. Не приглашала к себе никого. И сами мы старались не ходить ни к кому в гости. Когда отношения накалялись, я пыталась несколько раз подать на развод. Но Нуждин прятал все мои документы, в том числе и мой паспорт. При любой ссоре он забирал у меня ключи от машины, чтобы я никуда не ездила. И тогда возила я детей на маршрутки и уходила пешком. Мы могли не разговаривать с ним и не общаться по целому месяцу. Потом случилась третья беременность. Нуждин продолжал морально издеваться надо мной. Он пьянствовал со своими друзьями, не ночевал дома. У меня опять случились преждевременные роды. Девочка родилась на 990 граммов. И я с ней также лежала в реанимации, 7 недель на выхаживании. В ноябре 2018 года повторно муж меня избил дома на фоне бытовой ссоры. В присутствии слепого ребенка Дмитрия. И на глазах у полуторагодовалой Лизы. Он схватил меня руками за голову, силой сжимал голову кулаками, бил сверху по голове, одной рукой прижал меня к стеклу на кухне, вырвал у меня клочьями волосы. У меня тогда потемнело в глазах, я думала, что у меня череп треснет. Когда мне удалось вырваться от него, я побежала на балкон и вызывала полицию. Потом Нуждин еще несколько раз валил меня на пол, прижимал меня к полу за шею. Полиция приехала через 2 или 3 часа. Я опять написала заявление о побоях, а Нуждин потом стал говорить мне, что написал мне встречное заявление на меня за заведомо ложный донос. У меня очень сильно болела голова и тошнила, темняла в глазах. Я тогда с трудом накормила детей и искупала, и положила их спать. На следующий день меня положили в больницу, в отделении нейрохирургии с сотрясением головного мозга. После этого я приняла окончательное решение развестись. Но Нуждин уже не пытался со мной мириться, а наоборот, стал выгонять меня из дома, провоцировал ежедневные скандалы. Дети при этом постоянно плакали, находились в состоянии невроза. Нуждин говорил, что заберет у меня детей, меня оставит ни с чем. Он один раз привел мне домой даже психиатра, хотел меня освидетельствовать, что я психически ненормальная. Жизнь дома превратилась в ад. Я была вынуждена подать на развод и уйти с тремя детьми из квартиры, так как совместная жизнь стала просто невыносимой. Ключи от машины Ниссан Тида, на которые я водила всегда детей, Нуждин отобрал меня сразу же силой, как только узнал, что я подала заявление на развод. А как только я покинула нашу квартиру, он сразу же заменил замок на входной дверь, лишив меня возможности свободно приходить в квартиру за своими сезонными вещами, за вещами для детей, за их игрушками, за их книгами, за констоварами. Когда я обращалась в полицию, участковый мне ничем не помог, так как Нуждин показал свидетельство о праве собственности на эту квартиру, что он один хозяин, и не пустил меня войти туда даже с участковым. Хотя я и все трое моих детей до сих пор там прописаны. На все мои обращения полиция у нас никак не реагирует, а все закрывает отказным материалом, даже не пытаясь вникнуть в проблему. Мой бывший муж, как пенсионер УФСИН, везде предъявляет свое пенсионное удостоверение, сразу же находится с сотрудниками полиции общий язык, его принимают за своего. Мне пришлось нанимать адвоката и подавать в суд за умышленный причиненный вред моему здоровью. Кировский мировой суд города Саратова признал виновным моего бывшего мужа по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса. Его приговорили к обязательным работам на срок 80 часов, а также обязали выплатить мне компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей. Но в настоящий момент компенсация так и не выплачена. Судебные приставы вынесли постановление о временном ограничении на пользование транспортным средством. Бывший муж продолжает ездить на автомобиле и никак не реагирует на это постановление. Наш брак был расторгнут решением суда в январе 2019 года по причине домашнего насилия. Нуждин спокойно проживает до настоящего времени в нашей большой трехкомнатной квартире, а я с детьми вынуждена скитаться по родственникам и знакомым уже два года. Я постоянно переезжаю с детьми с места на место, временно проживала у своих родственников в деревне в Пенинской области. Затем меня приютила с детьми одинокая женщина-пенсионерка в частном доме на другом конце Саратова, откуда на общественном транспорте я полгода возила старшего ребенка-инвалида по зрению в школу для слепых в район Схи. Дорога у нас занимала около 2-3 часов в один конец, учитывая пересадки, ожидание транспорта на остановках и пробки на дорогах. Ребенок очень уставал от таких переездов, а машина, на которой я могла возить детей, стояла всю зиму на стоянке. С сентября 2019 года я с детьми проживаю на съемной квартире около школы для слепых. В августе 2019 года я пыталась забрать свои вещи из своей квартиры. Мне пришлось вызывать службу аварийного вскрытия замков и полицию, так как Нуждин отказался мне открывать дверь. Он набросился на меня с кулаками, стал отбирать у меня посуду, постель, вещи, которые я хотела забрать. Я опять написала заявление в полицию о побоах, и полиция опять оформила отказной материал по моему заявлению, а возобновила дело только после моей жалобы в прокуратуру. Мой бывший муж повторно признан виновным по статье 6.1.1 Кодекса административных правонарушений за нанесение мне побоев и приговорен к принудительным работам на срок 60 часов. За последние два года я неоднократно писала заявление в отдел полиции номер 3 города Саратове в прокуратуру Кировского района, но за это время не получила ни одного ответа из полиции, а прокуратура отвечает, решайте гражданско-правовые отношения в судебном порядке. Я бы и рада их решить, но решение не предвидится. На протяжении двух лет я регулярно подаю иски в суд, оплачиваю услуги адвокатов, получаю решение суда, но ни одно из этих решений не исполнено до настоящего времени. Я ничего так и не имею фактически от этих судебных решений. С ноября 2018 года мы с детьми живем на пенсию старшего ребенка-инвалидов в 13,5 тысяч рублей и на мое пособие от пенсионного фонда по уходу за ним в 10 тысяч рублей. Я вынуждена была уволиться с работы, так как ухаживаю за тремя молодетними детьми, один из которых инвалид, и дети постоянно болеют. Судебное дело о взыскании алиментов у нас длится уже более двух лет. Первично я подавала исковое заявление. В ноябре 2018 года был вынесен судебный приказ о взыскании алиментов, но Нуждин написал возражение, судья отменила его. В феврале 2019 года я повторно подала в суд. Решение было вынесено в нашу пользу, но судебные приставы исполнителя и взыскивает алимент только с официального дохода Нуждина, с его военной пенсии по выслуге лет, а это 7 тысяч рублей на троих детей, и не взыскивает с его неофициальных источников доходов, которые составят около 100 тысяч рублей в месяц. Он сдает в аренду такси два автомобиля и сам подрабатывает в такси. Если раньше его доходы можно было отследить по движению денежных средств по его счетам в банке, то после судебного разбирательства по этому поводу он перестал проводить свои деньги через банковские карты, а берет их наличными. Его материальный уровень жизни нисколько не изменился. Он может себе позволить отдых на море, ужина в ресторанах. После пересмотра судебного дела по взысканию алиментов в первом конституционном суде общей юрисдикции мне и моим детям все-таки назначили алименты по величине прожидочного минимума, но судебные приставы взыскивают алименты опять только с официальной военной пенсии. В марте 2019 года я писала в полицию заявление, что Нуждин занимается незаконной предпринимательской деятельностью, а именно сдает в аренду такси, везет два автомобиля Лайл Гранта. С каждой машиной имеет доход по 7 тысяч рублей в неделю или 56 тысяч рублей в месяц двух машин. А на третьей машине официально работает сам в такси и имеет постоянный доход примерно около 30 тысяч рублей в месяц. Он никогда не открывал ИП и никогда не платил налоги, но участковый опять оформил отказной материал, а проверять факты не стал, что машина застрахована на неопределенное количество лиц, допущенных к управлению. Штрафы ГИБДД имеются на все три машины в очень большом количестве, причем есть штрафы, которые Нуждин переписывал на других лиц, управляющих его автомобилем на основании договора аренды. Раздел имущества мы производили через суд. Я писала исковые требования передать мне личное имущество, детские вещи, просила вселить меня и моих детей в нашу квартиру. Кировский районный суд вынес решение в мою пользу в январе этого года, но Нуждин обжаловал его в апелляционной и конституционной инстанции, затягивая намеренно вступление в силу решения и продолжая спокойно проживать в спорной квартире. Согласно решению Кировского районного суда 23 января 2020 года, мне принадлежит 7,15 долей, а это 35,8 квадратных метров, в квартире на улице Технической, дом 5, квартира 3. Троим детям и Нуждину также принадлежит по 2,15 доли, то есть по 10,2 квадратных метров. В этом же решении удовлетворено мое требование не чинить мне препятствия в пользовании жилым помещением, выдать мне ключи от квартиры, передать мне личное имущество. Но ключи от квартиры я до сих пор не получила. Нуждин живет в ней со своей сожительницей и ее двумя детьми уже 2 года, пользуется и распоряжает всем моим имуществом. Доступа в свое жилье я до сих пор не имею, хоть и имею вступившее в законную силу решение суда. Мне приходится спросить знакомых мужчин, мужей или братьев своих подруг, чтобы они сходили со мной в квартиру, в мою квартиру. Это прямое нарушение моих прав и прав моих малолетних детей. Я по этому поводу неоднократно писала заявление в отдел полиции номер 3 в прокуратуру, но не получил ни одного опять ответа из полиции, а прокуратура отвечает опять решать его гражданско-правовые отношения в судебном порядке. Недавно Нуждин передал наконец-то мне по решению суда машину, принадлежащую мне. Перед этим он привел ее в неисправное состояние. Мне пришлось вызывать эвакуатор и транспортировать машину на эвакуаторе на станцию для ремонта. В сентябре 2020 года я подавала исковое заявление в суд с требованием признать долю бывшего мужа в квартире малозначимой, чтобы выкупить ее у него. Но судья Кировского районного суда отказал в удовлетворении моих исковых требований. Судья не приняла в учет, что совместное проживание в данной квартире просто невозможно, хотя бывший муж утверждает, что не препятствует мне жить с детьми в моей квартире. Но как это сделать фактически, учитывая неоднократные побои, издевательства с его стороны в мой адрес и психологическую травлю? И как мы будем вместе проживать под одной крышей? Я трое моих детей, бывший муж, его сожительство, двое ее детей. Бывший муж так и заявил, я из квартиры никогда и никуда не уйду. Вот дети вырастут все до 18 лет, тогда будем продавать квартиру, делить деньги по долям. То есть через 15 лет он это подразумевает. Младший лидий сейчас 3 года. Получается, что я должна жить с детьми на съемном жилье еще 15 лет. С февраля по июль 2019 года мы через суд определяли место жительства детей, порядок общения их с отцом, проходили судебную психологическую экспертизу. Утвердили мировое соглашение по делу. Место жительства детей определено со мною, а для нуждина установлен порядок общения с ними. Но нуждин постоянно забирает детей к себе в квартиру, где они вынуждены общаться еще с его сожительницей, ее детьми. Оба развернули против меня психологическую травлю. Постоянно негативно отзываются обо мне при детях и калечат их в психику. Я неоднократно обращалась за помощью к психиатрам и к психологам. Нуждин постоянно нарушал порядок общения с детьми. Не возвращал мне детей в установленный срок. Забирал у меня детей и удерживал их у себя по несколько дней. Я обращалась в службу судебных приставов Кировского района, но содействия в возврате детей не получала. Судебные приставы не принимают к нему никаких мер. В рамках гражданского дела по иску «Нуждина ко мне» и на встречному иску о лишении родительских прав была проведена судебная психологическая экспертиза, где у «Нуждина» было выявлено такое нарушение, как вынесение конфликта в сферу воспитания детей. Экспертиза также показала, что все дети эмоционально привязаны ко мне друг к другу. Нигде не указано, что Саша, ребенок, предпочитает папу больше, чем маму. Дети чувствуют и понимают, что они являются причиной спора, но в силу возраста не понимают, почему это происходит, что и приводит к возникновению ощущения незащищенности и тревожности, неустойчивости эмоционального состояния. «Нуждин» очень легко манипулирует детьми, как сильная подавляющая личность, легко вводит Сашу в состояние истерики при мне. Лиза и Дим также испытываются эмоциональные напряжения при контакте с отцом. Я потом длительное время трачу колоссальные душевные силы, чтобы успокоить детей. В октябре этого года было вынесено решение Кировского районного суда по нашему детскому делу. Всех детей троих оставили жить со мною. Нуждина не лишили родительских прав, а прописали порядок общения с детьми. Я считаю, что судья очень поверхностно рассмотрел наше дело, не вник в глубину наших проблем. Я намерена обжаловать данное решение в апелляционной инстанции. Я не знаю, как и где мне дальше жить. Я хочу, чтобы мои дети росли в мире и спокойствии, а не в атмосфере ненависти и неуправляемой агрессии. Я боюсь, что очередная встреча с бывшим мужем может закончиться плачевно для моего здоровья или даже для жизни. Уважаемый Игорь Викторович, в Саратовской области я найти справедливости и защиты не могу. Я прошу вас помочь мне и моим детям вернуть мне живьё, оградить меня от необходимости общаться с агрессором и тираном и вернуть мне и моим детям право на нормальную спокойную жизнь.